Когда есть альтернатива, всегда очень хорошо Впечатление положительное, дорога хорошая, освещенная Для меня очень дорого Торговля плохая Что-то надо придумывать, так не выжить будет Новая скоростная трасса М-11 от Петербурга до Москвы пока вызывает противоположные мнения К этим героям мы вернемся позже, когда доедем до Новгородской области А начнем с Петербурга Угол набережной Фонтанки и Московского проспекта Первый верстовой столб Именно здесь в 18 веке и начинался Петербургский тракт Вот табличка с указателями До царского села 22 до Москвы 673 версты При этом, по словам очевидцев того времени Дорога до загородной резиденции была образцовой А вот все, что дальше, навевало путникам Тоску Про нее писали многие Из тех, кто на слуху Пушкин и Радищев Поэта вспомним строками из Евгения Онегина А теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют А по пути автора путешествия из Петербурга В Москву, которого Екатерина называла бунтовщиком хуже Пугачева Отправимся сами Первая остановка уже в черте города, где идет строительство одного из двух последних этапов масштабного проекта В нескольких километрах от Пулково будет въезд и пункт оплаты с самым широким участком в 25 полос С таким размахом в городе еще не строили Высокий, длинный, готов выдержать любые наводнения Мост через реку Ижора тоже называют сложным инженерным сооружением Но при этом вовсе не уникальным При этом именно он стал долгостроем и затормозил сдачу восьмого этапа трассы Возведению помешала неожиданная находка Сроки сдачи объекта перенесли наши предки из Железного века На раскопку их поселения ушло полгода Еще больше времени потрачено на проектировку и реализацию проектов по обходу уже существующих городских коммуникаций На пути трассы были нефть и газопроводы, линия электропередачи и железная дорога Уникальность этого объекта заключается в том, что его сооружение велось без прерывания в движении поездов Это протонель, который с первого взгляда вовсе не масштабный Пройти пешком его можно всего за несколько минут Вот только такая технология строительства в России еще не применялась Над нами на рельсах были установлены специальные датчики Стоял специальный прибор, который в автоматическом режиме каждые 20 минут осуществлял съемку положения рельсового пути И при возможности просадок железнодорожного пути Еще одну часть пути я преодолею на фуре логистической компании, которая на рынке уже больше 20 лет Про дороги здесь знают все, маршруты рассчитывают до копейки И на удивление вместо бесплатной М10 выбирают 11-ю Оказалось, что на некоторых участках не действует система Платон Это когда компании платят за перевозку каждой тонны груза по федеральным трассам Если бы мы не пользовались трассой М11, уходило бы у нас более 600 рублей А по тарифам действующим оператора у нас уходит около 470 рублей Соответственно, мы экономим по деньгам, экономим на запчастях, на расходных материалах, экономим на топливе 90 км в час выехали вечером, в Москве будут утром По пути лишь несколько остановок, не то что раньше В Волочке стояли там по 3-4 часа, там километров по 30 были пробки То есть это вообще невозможно Один светофор единственный был в Волочке, вся Россия перед ним клонялась Но по словам Вячеслава Арсентьева, у новой трассы есть не только плюсы, но и много минусов Подсчитаем, сравниваем два 100-километровых участка под Великим Новгородом Поехали! Покрытие трассы М11 – самовосстанавливающееся полотно нового поколения Асфальт на М10 вызывает только такие эмоции Ну как по минному полю, ночью ездить опасно Инфраструктура Новая дорога не пересекает ни одного населенного пункта Заправок мало, кафе и магазинов вообще нет На старой – больше, чем нужно Скорость На М10 редко разгоняемся до 80 Светофоры, пешеходные переходы и заторы М11 – ограничение 130 км в час Нашему водителю очень понравилось Отлично! Шикарная дорога! Связь! На старой трассе 4G почти везде На новой связь вообще отсутствует И, пожалуй, самое главное – цена Стоимость проезда по М11 зависит от времени суток и вида транспорта Чем больше машина, тем дороже Например, для нашей легковушки это 3 рубля 60 копеек за километр Для автобуса уже 9 Весь путь от Петербурга до Москвы обойдется в 2000 рублей Но ведь к этому нужно прибавить и расходы на топливо Складываем – получается 5200 Самолетом или поездом гораздо дешевле Без связи и магазинов новую магистраль называют «мертвой трассой» Правда, в основном те, кто живет на старой Той, которая сама потихоньку умирает М11 изменила не только природные ландшафты, но и жизнь тех людей, которые живут неподалеку Раньше летом дорогу просто не перейдешь спокойно Это надо ждать даже на пешеходов А сейчас хоть сколько-то ложисти Ну, не переедут, машин тут меньше Большой поток Большой поток Большой поток не стал Пирожков теперь продают в 4 раза меньше Закрываются магазины, кафе и даже заправки А запыленные таблички у обочины уже никто не чистит И это произошло всего за год после открытия параллельного скоростного участка Приезжают только иногда старые покупатели, которые были, едут по той трассе И заезжают там через крест и поворот, по-моему Заезжают, ну, старые, знакомые и покупают Кстати, все это здесь уже переживали в середине 19 века После запуска Николаевской железной дороги Тогда поселки с почтовыми станциями стали нещать Возможно, что такая же участь ждет и современные населенные пункты Можно по-разному относиться к М-11 Но факт остается фактом Еще одна магистраль для страны площадью в 17 миллионов квадратных километров Это не просто дорога Вопрос государственной важности Андрей Федоров, Пульс города Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...